всех приветствую на своем канале здравствуйте сегодня по просьбе одного из подписчиков я хотел бы разобрать такую старенькую игру как corsair 2 игра была выпущена еще 2003 году компании акела которая должна была стать продолжением игры corsair и проклятие дальних морей однако была переименована в название получаться пираты карибского моря проклятие черной жемчужины так как это нужно было стать рекламой к фильму пираты карибского моря вообще действие игры у нас разворачивается в карибском море в 17 веке золотой век пиратства получается карибский архипелаг составлял нас 8 островов всего лишь в игре на самом деле эти острова не существует вот в игре присутствует принципе очень много чего интересного вообще боевка скажем так одна из первых таких моментов которые на тот момент составляли очень большой интерес больше всего завораживала море на высоких настройках море было очень красивым и приятным естественно было очень хорошо играть и именно морской бои да то есть абордаж других кораблей это защита себя уходить от кого-то сбегать если это получалось на то есть но это действительно стоило стоило того игра на самом деле потрясает очень сильно все события в игре лишь косвенно связано самом деле с фильмом то есть в некоторых местах нас встречается и упоминание главного героя предыдущих корсаров да то есть николаса шарф играем мы только одним персонажем зовут его натаниэль хаук к нему могут присоединиться еще три человека но тоже офицеры офицеры которые вы нанимаете сами в процессе игры на самом деле можно рассмотреть игру с разных сторон это режим море то есть когда вы захватываете чита корабли либо сражаетесь с пиратами либо выполняете миссию там по получается в войне с французами то есть но очень интересно в этом плане именно морской контент также присутствует естественно на суше на суше вы также можете драться драться скелетами находиться в пещерах то есть но выполнять и квесты квестов очень-очень принципе много особенно дополнительных есть какие-то бесконечные квесты даже то есть чисто на выполнение но это интересно на самом деле но есть еще конечно грубо говоря третий режим я не буду вот так конечно рассматривать но тем не менее это карта самого архипелага когда вы можете путешествовать с одного острова на другой то есть то что было быстрее естественно день там проходит немножко по-другому то есть намного быстрее за несколько секунд грубо говоря сюжет игры у нас получается сюжет игры разворачивается по прибытию натаниэля хаука в близкую колонию оксбей ну и там начинается сам сюжет принципе в принципе игра очень интересно и действительно так взять и по ностальгировать или просто морские сражения которых вот но в других играх аналогов этому не было скажем так пиратис онлайн только до когда вот она появилась тоже не сразу 2003 году это игра была просто шикарная просто шикарная естественно сейчас если рассмотреть какие-то моменты вот особенно корейские да вот архейдж естественно уже все по-другому тут и магии и прочее хотя вот именно момент пиратства в этой игре действительно открыт вот полностью что значит от и до ну вот примерно так такой вот небольшой обзорчик спасибо за внимание кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем удачи спасибо пока